Добрый день! Совсем недавно на нашем канале вышло несколько интервью с нашими спортсменами, где ребята делятся своими ощущениями во время матчей, делятся секретами по интервью. Это и Никита Артеменко, и Владимир Сидоренко. Чуть ранее было несколько серий видео с Денисом Клачевским. Обязательно заходите, смотрите. Очень полезно. Это и как профессионалам, так и любителям. Там много что можно подчеркнуть. Вот, для своей игры. И также большое спасибо за поддержку на стриме. Совсем скоро у нас появится несколько роликов, посвященных второму стриму. Вот, вырезки оттуда. И давайте сегодня поговорим о топ самых значимых вещей для вас, для вашей игры. Тогда, когда у вас совсем ничего не получается. На самом деле, таких вот турниров, когда совсем ничего не получается, когда реально не прет, больше, чем тех турниров, когда все получается. И даже вы можете готовиться одинаково. То есть, вы можете тренироваться, готовиться, но приходите на турнир, и ничего не получается. И вот как будет в такой ситуации? И очень важна ваша реакция. И давайте сегодня как раз поговорим об этом. Значит, первое, что можно сделать в таких ситуациях, это, конечно, паузы и менять темпы игры. Об этом мы говорили уже очень много раз, что вы будете, если вы будете менять паузы, делать минуту, брать между сетами, причем не просто 30-40 секунд, когда и побежали. Можно минутку, да, подойти к столу, не сразу готовиться принимать. То есть, вот это все можно затянуть. Но я не говорю, что вы должны действовать в неправилах. По правилам все. Полотенцем пользоваться, потом можно после 6 розыгрышей, да, потом можно 15-10 секунд. Меня тоже спрашивают, где ты узнал про 15-10 секунд между очками. Но это вот я общался несколько раз, значит, с тренерами, с судьями. И судьи говорят, что вот негласное правило, по крайней мере, не знаю, в правилах написано или нет, 10-15 секунд есть у вас между розыгрышем. За это они не штрафуют. Даже больше, когда вот очень долгий розыгрыш идет, да, судьи даже дают после этого розыгрыша больше времени на подготовку. И когда вы будете играть в другом темпе, то уже не будет такого, что вот вроде бы мы вчера играли с этим соперником, да, совсем недавно играли. И сегодня вроде бы так же вы играете, но ему все удобно. То есть, он бьет по вашим мячам. И что бы вы ни делали, то есть, вы, кажется, вы играете там остро куда-то, а он там ждет. Вы там бьете его в правый угол, а он перебивает, да. И думаете, в чем дело. На самом деле, вы просто поймали его ритм игры. И вы чуть-чуть играете слабее, чем обычно. Может быть, чуть-чуть слабее. И этого достаточно, чтобы попадать в его ритм игры. И чтобы такого не было, надо постоянно находить свой ритм игры. Чтобы он готовился к каждому розыгрышу, чтобы он настраивался на каждый мяч. То есть, он встает в стойку, да, а вы не подаете. Вы нужны приподняться, да. И в этот момент вы можете подать подачу. Но разные вещи можно делать. И не стоит гнать. Потому что, когда у вас все не получается, мы что делаем? Начинаем мы гнать сразу, не берем ни минуту, ничего. Перешли, сразу подаем. И думаем, вот сейчас все наладится. И вот пинаем на то, что да, нет, не сегодня, да, ну и что, сделаешь? Я вот сегодня такой секой. На самом деле, не вы такой секой. Те игры, те дни, когда, те турниры, когда все получается, их очень мало. А вот таких турниров намного больше. Любой может сыграть тогда, когда все получается. Любой сыграть. Но только единицы и только сильные спортсмены играют тогда, когда не получается. И они эту возможность используют, да, для того, чтобы почувствовать свою игру, да. То есть, этот барьер используют для роста. Для роста в первую очередь. А не... То есть, можно эту проблему взглянуть под разным углом. То есть, можно воспринимать тот факт, что не попадаете, да, немножко сетка за стол. Постоянные ошибки какие-то. Можно воспринимать как барьер к росту. То, что надо перешагнуть, попытаться этот барьер. Либо упереться как будто в неудачу, да, и вот только сетовать на неуспех. Второе, что может помогать, это выезжать на отработанном. На тех отработанных элементах. Поэтому я настаиваю. Отрабатывайте не все подряд. Отрабатывайте те элементы в игре, которые... За счет которых вы можете выезжать на этих турнирах. То есть, когда не получается ничего, у вас есть пару элементов, которые будут получаться точно. Вот в моем случае это была подрезка издали и перекрутка справа. Я знал, что я это буду делать и буду делать на хорошем уровне в любой день. Ну и допустим, если был у меня элемент спин по подрезке справа. Я понимал, что он может быть... Я хоть его и отрабатывал, но он мог не получаться в какой-то день. Тогда я тратил начало турнира, если это были подгруппы или сет в матче в конкретном, да. Тратил, чтобы наладить этот элемент. Потому что понимал, что без топ спина первого хода справа у меня игра точно не будет, скажем, нормальной. Не будет острой и я буду играть ниже своего уровня. Вот такие вот вещи надо делать. Это я рассказал про первые два пункта. Теперь третий пункт. Это заменять на другие элементы. Ну допустим, у вас не получается прием подачи справа. Не получается. Тогда вы можете заменить его приемом слева. И это действительно часто делать. Не стоять, упираться. Вот у меня не получается прием справа. Я стою, когда уже он у меня начнет получаться. А может и не начнет получаться. Нужно заходить, принимать слева. То же самое бывает, знаете, справа вроде бы получше обычно, а слева похуже. Но приходим на следующий день и эти ощущения, они перестроились. У вас слева стало лучше, чем справа. И как же так думаете? У меня же обычно правая сторона самая сильная. Вот сейчас я ее, значит, буду делать. И у меня она будет, значит, опять как обычно. А поезд может уйти вообще очень далеко. То есть, как бы взяли и вроде перестраивались весь турнир. И турнир уже закончился. Можно попытаться играть больше мещей слева. Вот в этот день. То есть, уметь себя прислушиваться к своему организму. И уметь перестраиваться на другой элемент. Там, как вот подачу, да, сказал слева можно принимать. Или более сильный элемент, который у вас получается сегодня, его использовать. И это сплошь и рядом. У нас так устроен организм, что у нас какие-то элементы в какой-то день лучше получаются, какой-то хуже. Обязательно прислушивайтесь к вашему организму. И постоянно, четвертое, да, постоянно напоминать о своей цели. Ну, допустим, у вас цель на турнире поднять рейтинг. И пока у вас есть сильные соперники или равные, потому что от равных тоже можно набирать хороший рейтинг. Пока у вас есть такие соперники, или чуть слабее, тоже можно набирать, да. Рейтинг набирается, как правило, если разница не больше 100 очков. Пока у вас есть такие соперники там, то играйте на турнире. У вас будет мотивация еще включиться, да. Вот эти вот все запасы, которые есть внутренние у вас, вы можете их включить, когда ничего не получается. Но, если у вас таких соперников не осталось, а у вас цель поднять рейтинг, и вы начнете мучиться по низу, вы просто потеряете, во-первых, рейтинг на тех игроках по нижней сетке. И в итоге вы будете недовольны собой, недовольны все, что произошло, будете говорить, это я, потому что, значит, такой сякой на самом деле просто сегодня реально не прет. Но это, как бы, надо понимать, что это может случиться с любым. И, как правило, на турнире таких игроков очень много, только что-то не получается сегодня. Но просто все по-разному к этому относятся. И очень мало кто относится к этому как к преграде, да, то есть я вот повторюсь. И напоминать о цели. Ну, допустим, если у вас цель попасть в тройку на турнире, то есть у вас рейтинг уже такой, можно сказать, верхняя планка этого турнира, и вы обычно в призах. Ну, проиграли вы за выход в шесть, допустим, и начинаете играть по низу, тоже не стоит. То есть кто-то скажет мне сразу, это не культурно, я должен играть, потому что я пришел на турнир, игроки другие пришли. Но вы должны в первую очередь на себя ориентироваться. За других не надо думать, там и организаторы, это головная боль организаторов, они должны найти с кем наиграться другим игрокам, да. То есть вы думаете в первую очередь о себе, что это вы пришли на турнир, и у вас есть цель, допустим, повысить свой уровень, свое мастерство повысить. Вот и от этого отталкиваетесь. Тогда, когда у вас есть цель, тогда проще. Вот, кстати говоря, бывает даже тоже такой лайфхак, допустим, кто-то может себя немножко завести, то есть почему мы хуже играем? Может реакция упала, то есть мы больше устали. Тогда бывает даже глоток куколы помогает, да, я такой момент знаю. Либо можно какие-то упражнения поделать, попрыгать, то есть поднять пульс, да, часто дышать, какие-то вещи сделать, то, что вас заведет, то, что у вас будет реакция опять на уровне, и вы будете выигрывать время для своих элементов. То есть вот это тоже момент такой, который может помогать. И пятое, конечно, надо на турнире кайфовать, а не мучиться. Кто-то скажет, что это некие, знаете, вы как бы издеваетесь над собой, да, то есть не получается, вы пытаетесь себя преодолеть. И скажете, как от этого можно кайфовать? А в том-то и дело, что от преодоления больше кайф можно получить, чем от того, когда все прет. Вот я вот, когда все прет, конечно, кайфую, то есть я радуюсь этому, но я понимаю, что это такое может быть не всегда, да. И, кстати говоря, усилим спортсменов в таких больших моментах, потому что они больше, было у них сложности таких, когда они себя могли преодолеть. Но если вы в этот момент мучаетесь, создаете такое, знаете, вот, ничего не получается, прямо ноете по-настоящему, то есть ныть можно тоже по-разному. Можно ныть по-настоящему, как будто актер, да, то есть вы нанываете себе победу, то есть игрок, соперник начинает прислушиваться к вам, что вы там говорите, и начинает хуже играть. То есть такое можно наныть, да. А бывает, что ныть по-настоящему, там, вот, не получается, все из рук валится, пинаете бортики, столы. И тогда действительно сложнее, сложнее вам, потому что, как бы, вы этот урок не преодолели, и вы потом опять с ним встретитесь с этим, да. То есть что в жизни мы не прошли, с этим мы встречаемся регулярно, да. То есть через это надо пройти. Тогда на следующем турнире, может быть, у вас с чем-то другим встретитесь, что также надо будет преодолеть. И пока вы вот это вот не сделаете, тогда вы будете постоянно на это наталкиваться. И если вы это все время преодолеваете, то таких моментов становится все меньше. То есть вы понимаете, как с этим справляться, и уже более успешных турниров у вас будет намного больше. И от этого повышается уровень вашей игры. Вот такие вот пять моментов, которые стоит учитывать в те моменты, когда у вас ничего не получается. Все из рук валится, элементы не получаются, просто какой-то ступор, да. Напишите в комментариях, может быть, что-то есть полезное, то, что вы используете, и будет ребятам полезно почитать, и они смогут применить это на своих турнирах. С вами был Валера Завенко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, счастливо. Пока.